Рулетка для тех, кто не хотел забирать себе ключи в одной рулетке, чтобы покрутить вторую на сертификатик на девяточку. Здесь никаких ключей не надо, ну и общая стоимость рулетки, а именно 19 прокрутов в ней предусмотрено, обойдется вам в 17750 голдем, что существенно дешевле, нежели две предыдущих рулетки, потому что рулетку на девятку я мог крутить до конца за 31 тысячу, ну просто потому что мне в 11 тысяч обошлась рулетка, в которой я ключи только пытался достать. Потому что здесь положили в целом все неплохо, как для такой рулетки по такой стоимости. Есть 4 контейнера на девятку, есть бомбические контейнеры в количестве 4 штук, есть контейнеры собери их все в количестве 3 штучек, ну и понятное дело всякого рода шелуха, которая однозначно будет вам выпадать. В отношении шансов по выпадению здесь как обычно все. Шансы на главную награду на уровне плинтуса, все остальное немножечко выше, ну а что-то имеет не сильно высокий шанс, допустим контейнер с обвесом. Но как мы все уже начали потихоньку привыкать, то что шанс здесь ниже не значит, что эту шелуху вы заберете позже. Ну по крайней мере по моей практике. Почему данную рулетку буду крутить до конца? По одной простой причине, потому что во-первых, мне не хватает именно 3 контейнеров собери их все для того, чтобы забрать 1000 голды. А значит, ребят, рулетка для меня станет на 1000 дешевле и будет уже 16750. Плюс мне как раз ровно 4 контейнеров бомбических не хватает для открытия еще одного контейнера. Короче говоря, получу конт еще один бесплатно. Да и в целом посмотреть и вам показать, а можно ли забрать из рулетки даже с моим везением сертификат раньше, нежели последний прокрут. Почему говорю по поводу своего везения? И сразу информация для тех ребят, которые ну прям совсем уверены в том, что разработчики подкрутили мне аккаунт и мне капец как все классно падает. Обратите внимание, я уже собрал 6 грандиозных мистических талисманов, 4 не хватает. И для получения этих 6 грандиозных талисманов, да плюс еще вот эти вот талисманы на контейнер 3 уровня, плюс талисманы на контейнер 2 уровня по мистикам, я открыл более 900 мистических контейнеров 1 уровня. И знаете что? Нифига, нифига мне танк 9 уровня новый не падает. Ну да ладно, может рано или поздно просто соберу его гарантами, на этом успокоюсь. Хотя получается капец как дорого. Так что в отношении подкрученного контейнерами моего аккаунта, я имею ввиду на рулетке, на открытие контейнеров, ребят, идите пожалуйста мимо со своими комментариями. Потому что я честно говоря уже не знаю сколько карвалола еще необходимо выпить и валидола рассосать. Ну что, давайте поехали будем крутить 125 голды первый прокрут. Понятное дело, что соберу в первую очередь явно себе иксы, свободку и так далее. В контейнер собери их все. Ну, давай какой-нибудь танк мне, удиви меня сегодня. Нет, танка не будет, будем просто забирать талисманы. 150 золотом. Вообще в принципе за собери их все 100 голды не жалко отдать. Я бы накупил пару десятков контейнеров однозначно, если бы по сотне их продавали. Но разработчики не сильно радуют такими предложениями просто в магазине. 9 бустеров на голду. Если все 9 бустеров сыграть сливные бои, то соответственно 90 золота. Ну, в целом, я бы сказал неплохо. А если еще и победить несколько раз, то будет немножко повкуснее. 2750 свободного опыта. 330 золотых монет. Мне, кстати, пишут в комментариях по поводу того, что ГСН, ты сначала прокрути рулетку. Ну, а уже потом открывай все контейнеры из хранилища. Когда я кручу рулетку до конца, это может и имеет какой-то смысл, потому что я все равно буду забирать полностью все. И тогда действительно можно будет открывать все скопом непосредственно из самого хранилища. А вот когда я думаю над тем, насколько далеко я готов зайти в какой-то рулетке, то я открываю контейнеры сразу. Ну, просто по одной простой причине. Какой смысл мне делать сразу, допустим, там 10, 15, 20 прокрутов, для того, чтобы потом открывать контейнеры и неизвестно, что мне из них будет выпадать. Поэтому гораздо больше толку, если ты получил контейнер, открыл его, посмотрел, что из него выпало, окупился, не окупился, пошел в плюс, пошел в минус. Но и от этого принимаешь решение, стоит ли дальше крутить рулетку. Поэтому первое, что рекомендую, ребят, делайте так, как это делаю я. Прокручивайте по одному прокруту и смотрите, что вам конкретно выпадает из того или иного контейнера в рулетке. Ну, соответственно, так сэкономите себе золото. Второе, что могу порекомендовать вам, перед тем, как крутить любую рулетку, не поленитесь, сядьте, посчитайте, сколько талисманов на какой контейнер вам не хватает. Или, допустим, на компенсацию голдой, как я посчитал, допустим, в отношении собери их все. Вот сейчас забираю из последнего контейнера в этой рулетке тысячу золота, о которой я говорил. Это тоже будет способствовать вашей экономии. Это тоже будет помогать вам грамотно распоряжаться своими игровыми ценностями. Я понимаю, что игровые ценности это нереальные ценности. И относиться к ним прям серьезно действительно не имеет никакого смысла. Но все же, если вы в этой игре экономите, если вы не можете задонатить, если вы зарабатываете золото просмотром реклам или, допустим, проходя какие-то ивенты, то понятное дело, что храните это золото и покупайте себе товары непосредственно с магазина. Так будет гораздо больше толку, нежели крутить какие-то рулетки и контейнеры открывать. Потому что нет гарантии, что вы получите то, что вы действительно хотите. Я вот, допустим, сейчас прокручиваю рулетку, как вы видите, тупо иду в минус. То есть я не получаю из нее нормально ничего. Может сейчас повезет. Опаньки! Объект 268.4. 7500. Давай, падай в копилку. Нормально получилось сейчас. Вот сейчас пошел в плюс. Это вот как раз то, о чем я говорил, что прокручивайте рулетку не сразу всю. Делайте несколько прокрутов, смотрите на результат ваших прокрутов, ну и, соответственно, от этого принимайте решение. Я сейчас вернулся к отправной точке. Было у меня 384 тысячи с копейками, я назад к этому показателю вернулся. В целом, соответственно, идем дальше, посмотрим, что будет дальше. Нас еще впереди ждут контейнеры на девяточку. Мало ли, может оттуда что-нибудь упадет. Все девятки из контейнера, все девятки из сертификата у меня присутствуют в ангаре, поэтому в любом случае для меня это будет компенсация голдой. Талисман на девятку, их надо целых 35, поэтому бог его знает, когда получится дособирать. Но рано или поздно, глядишь, пригодится. Из двух контейнеров девятки не выпали. Или едем дальше, 1650 золотом, дальше становится все дороже и дороже. Это не сильно меня радует, ну да бог с ним. Открываем три контейнера, два тех, которые сейчас выпали, и один тот, который соберется. Опять-таки, возвращаемся к теме того, о чем я говорил. Считайте, сколько талисманов на что у вас есть, и от этого тоже зависит выгодность и окупаемость прокручиваемых вами рулеточек. Второй контейнер, ну, давай, 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 ай, зараза, 100 золота. Я уж понадеялся, думал, здесь тоже что-нибудь классное упадет. Забираем содержимое контейнера, собери их все. Ну, тут ничего, тут ничего, к сожалению. Выходим и открываем еще один контейнер. Ничего интересного. А, нет, слушайте, был неправ. Три косаря, три косаря. Я думал, сейчас выпадет там сотня или 300 золотом. Нет, ребят, слушайте, здесь нормально. Забираем, все, контейнеры закончились. Теперь забираем контейнер вот этот. Ну, угадаю или нет. Ню-ху-ху-ху! Братцы! Да я дошел до конца, даже не доходя до этого конца. Ну, все. Открываем талисман. Смотрим, за какую конкретно машину я получу компенсацию. Или что потенциально мог получить. АМХ-31 прототип. Ну, в целом, неплохо. В целом, неплохо. Это девятка. В моем случае, 5000 компенсации. Дальше рулетку, понятное дело, крутить я не буду. Потому что здесь у нас, ребят, по шансам я заберу себе, скорее всего, контейнер с обвесом. А он мне нафиг не надо за такую цену. Ну, а контейнеры на девятку, в принципе, за этот ценник тоже мне не нужны. По одной простой причине. Потому что там танки у меня все есть. Ну, и гарантии того, что танк здесь будет, нет. А то, что у меня уйдет 2100 из копилки, это уж однозначно. Ну, и какие мои результаты? Как вы видите, 386600. Не помню точно, сколько у меня в конце здесь было. Но, в любом случае, грубо говоря, 2000 я с этой рулетки поднял. Но это в моем случае. Что будет в вашем случае, я не знаю. Шансы выпадения на первых прокрутах, я вам показал, они отсутствуют. Так что ждите главную награду ближе к концу рулетки. Ну, и надеюсь, надеюсь, что вам повезет больше, чем мне, когда будете эту рулетку крутить, если осмелитесь. Пошел снимать абсолютно честное видео специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.